Друзья, всех приветствую! Находимся на Радмире, Криминальная Россия, сервер номер один. Мы продолжаем с вами выживать в криминальном мире. Вчера мы с вами проучили конкретно, хорошо проучили одного из механиков, который портил автомобили клиентов, спускал им колеса, непонятно для чего он это делал, якобы с целью для того, чтобы заработать больше денег, чтобы у него была работа, и мы его из своего кармана, мы ему платили. На самом деле это, конечно, было неправильно, естественно, как вы понимаете, уволен. На хрен этот механик, кто не смотрел прошлую серию, друзья, обязательно посмотрите, но многие из вас кое-что в нем заподозрили, и почему-то немножечко даже насторожились. Короче, у нас небольшая проблема. Босс, если ты не заметил, то у нас проблемы с тобой всегда. Они повсюду, они преследуют нас всю нашу жизнь. Мы только что и делаем в этой жизни, решаем проблемы, которые сами же себе устраиваем. Помнишь вчерашнего механика, которого мы в лесу отпустили? Да, ты его уволил. Ну, в общем, это сын Гуся и Виолетты. Твою же мать, как ты узнал? Блин, почему мы сразу эту информацию не проверили? Как мы могли не знать о том, что у нас работает сын того, кого мы убили? Но когда увольняли, решили пробить, кто он чем занимается. Вот, друзья, и пробили. Вот тебе и проблемка. Ладно, это уже не важно. Нужно убрать его. Так, ты знаешь, где он живет? Где вообще? Я ни разу не видел дом даже. Я знаю, где живет Лиолетта. Я знаю, где живет Виолетта. Но где живет Гусейн Гасанов? Более того, я даже не знал, друзья, что существует сын Гусейна Гасанова. А именно Арнольд Гасанов, которого, собственно, и пробили. И которого некоторые из вас так испугались. О том, что он будет мстить. Слушайте, что может сделать этот чёмный червячок? Скажите мне, пожалуйста. Проколоть ещё одно колесо Бентли какого-нибудь, который зайдет к нам? Ну, всё, всё, всё. Разберёмся, уберём сейчас его по Береку, друзья. Я думаю, найти его будет не проблемка, да? Он мстил тем, получается, что прокалывал колёса. Это смешно. Убили твоих людей. Убили твою семью. А ты прокалываешь колёсики ножичком. Это смешно, согласитесь, друзья. И это всё, на что он способен. Учитывая, что человек это сделал, что вы от него ждёте? Да ничего страшного не будет. Можете не переживать. В смысле, какого хрена? Уже еду. Ну что опять, босс? Когда ты кричишь, это значит, что-то очень плохое случилось. Поехали. Куда? Объясню всё по дороге. Чёрт возьми, босс, блин. Ну что там опять, кто тебе позвонил? Когда кричит босс, друзья, это самое страшное. Неужели что-то могло случиться такое? Отчего босс мог так сильно завестись? Так, а куда мы едем-то, я даже не понимаю. Давай, быстрее рассказывай. На СТО живее. На СТО деньги горят. В смысле деньги горят? Босс, ты чего меня пугаешь? Мы только завладели этим бизнесом. Давай найдём его сына и спокойно уберём всё, что нам нужно. Но также пробьём всю информацию по поводу всей его семьи в целом. Да, мы должны с вами обязательно пробить информацию, узнать ещё родственников, которые могут нам помешать. Опять же, родственники. Вот в чём дело, друзья. От родственников нужно избавляться. Мы это с вами знаем на причине уже многих, собственно, лет. Те же Малинины, наверняка вы их помните, да, которых мы проучали и которые задействовали целый самолёт, чтобы взорвать наш небоскрёб. Мне только что сказали, что какой-то придурок поджёг наше СТО. Чёрт возьми, звони быстрее в пожарку. Звони в пожарку. Ещё этого не хватало, оно пылает, а, соответственно, горят деньги. Да понял я тебя, понял. Это уже плохо, это уже ремонт, это уже опять попадание на бабки. Чёрт возьми. А ещё машины, ё-моё, они уже там должны быть. Всё понял, несёмся. Несёмся, посторонись. Никого нет, правда, ну ладно. Давай топи быстрее. Да еду я, босс, блин. Еду, ладно, хорошо, сейчас попробую сократить. Только ради тебя. А чё мы там, бреди? Мы чё-то потушить сможем всё, что ли, босс, блин. Потом мы быстро сможем всё потушить, нихрена у меня не получится. Единственные, кто могут нам сейчас помочь в данной ситуации, это пожарные. Если они справятся быстро с огнём, то тогда будет замечательно. Во-во-во, быстрее. Деньги горят. Опять о своих деньгах. Только лишь деньги. Слушай, а как же механики, а? Которые у нас там работают. А как же машины клиентов, которые там стоят. Я не знаю, что за пожар, друзья. Я не знаю, насколько серьёзно. Но есть, опять же, подозрение теперь, кто мог устроить подобный поджог. Я теперь понимаю, друзья, всё прекрасно. Я очень надеюсь, боже мой. Вот это тайминг просто. Было бы здорово, если бы прям сантиметры были бы, миллиметраж. А куда поезжаешь? Ты выезжаешь? Куда ты выезжаешь? Боже, машин сколько там. Пожарные? Почему я не вижу пожарных? Тут всё в порядке? Нет, пожарные есть. Пожарные здесь, слава богу. Дым. Ё-моё. Всё равно, друзья, проблема есть. Видно прекрасно. Обалдеть. Чёрт. Босс, извиняй, но проблемы есть. Ещё пожарные приехали. Так, я выйду, я не буду мешать. Давайте тушите, чёрт возьми. Тут всё в дыму, блин. Тоже мне, блин, бизнес. Только-только. Сколько? Несколько дней. Три дня бизнесу. И чем в итоге всё закончилось? Всё подожгли. Всё подожгли, друзья. Горят. Машины горят. Обалдеть. Так, ребята, там... Господи, я, наверное, не должен туда проникать, конечно. Там всё в пожаре. Машины, боже мой. Чё с машинами, а? Капец. Так, репортер я. Репортер, если что. Обалдеть. Просто все машины сгорели, друзья. Все, которые здесь были, клиентов. Обрушилось ещё это всё сверху. Беда. Беда. Это долго всё... Боже, ещё и трупы. Так, восстанавливать всё долго придётся. Хотя сейчас речь вообще не об восстановлении идёт. Абсолютно не об этом, друзья. О том, что погибли и люди, и бизнес, который только понравился боссу, который только начал процветать, сейчас полностью выгорает. Просто выгорает. Всё, уже поздно. Ничего не поделать. Давно такого у нас не было. Беда. Да я вижу. Давайте, хотя бы спасайте кого-нибудь. Ребят, спасайте хотя бы кого-нибудь. Может, кого-то спасёте. Может, а трупы уже есть. Дайте пройду, гляну. Там, может быть, есть ещё кто-то живой, а? Пожарные. Боже. Боже, боже. Ещё трупы. Два трупа уже лечат. Три, четыре. Это от чего, дыма они или от чего задохнулись? Блин, плойка горит, чёрт возьми. Плойку спасайте быстрее. Всё уже. Плойка тоже сгорела, четвёртая. Охренеть можно. Сколько я уже насчитал? Четыре трупа, господа. Четыре трупа. Машины. Ладно, похрен, это всё металл. Уже понятно. Думал об этом, когда ехал сюда. Ещё один. Ещё один труп, господа. Пять трупов. Пять трупов. Пытаются ребята тушить. Я так понимаю, здесь вообще всё горело. Это они уже немножко справились с огнём. Это всё уже догорает, господа. Здесь вообще перевёрнутые машины. Видите, сколько машин здесь было? И в итоге всё, друзья. Пожалуйста, к чему это всё привело? На стоянке то. Он даже, смотрите, здесь поджёг. Он умудрился даже на стоянке поджечь машины, которые были. Здесь гаражи, где перекраской занимаются тоже. Всё горит, друзья. Мне надо сюда идти. Видите, горит. Мы спасаем пострадавших, а вы увеличиваете их количество. Да я не умру, не переживай. Это наш бизнес, Белл. Берегитесь. Да не буду я уже туда лезть. Куда я буду соваться? Выполняйте свою работу. Что я ещё буду делать? Всё, босс. Вот к чему это всё привело. Сочувствую вам тогда. Но всё равно не надо так рисковать. Да чё, посмотреть приехал. Да чё я должен сделать-то? Огнетушитель есть у тебя? Огнетушитель в руки тушить. Да на пожарных ты посмотри, сколько их тут. Я думаю, что они сами, блин, справятся в конце концов. Босс, ну ты хочешь, чтобы я, значит, своими руками тушил здесь всё? Дал, блин, мне смритягнетушитель. Ладно, так и быть. Буду помогать. Он хочет, чтобы я спас бизнес. Хотя бы как-нибудь. Так, где у нас самое важное? Это офис. Самое важное, это PlayStation 4. Намного важнее любых жизней. Поэтому тушим ещё так же аппарат. Так, отойди, пожалуйста. Нам нужно потушить аппарат с всякими напитками и сухариками. Обязательно в порядке. И плойка, в принципе, защищена. На неё, правда, что-то обрушилось там. Есть небольшая вероятность, что они умерли не от огня, а от цены автомобиля, которые они увидели. Такое тоже возможно. Тут опасно. Да, опасно, но видишь, я же пытаюсь защищать. Всё, отходим. Ребята, отходим. Сейчас дальше будем тушить. Всё будем тушить. Машины. Спасаем Запорожец. Тоже ценный достаточно атрибутик. Электрощиток. Босс, давай тоже помогай. Я вижу, ты тоже подключился. Я первую вижу, чтобы босс участвовал в подобных мероприятиях. Ну ладно, свой бизнес. Здесь всё понятно, прекрасно. Пострадавшие. Вытаскивайте их всех. Вытаскивайте. Тушу всё, что могу. Пытаюсь всё потушить. Ребята, тушим, пожалуйста, все помогайте. Пожарные, вас же здесь много. Пожалуйста, помогайте. Я хочу, чтобы хотя бы какая-то часть уцелела бизнеса. Чтобы мы смогли в дальнейшем восстановить его. Единственное, что сейчас хочет босс, это восстановление. Он сейчас представляет, что он уже восстанавливает, понимаете, весь этот бизнес. Бизнес. Вот и всё. О, наконец-то. Всё? Красавцы. Красавцы потушили неплохо. Так, живой ещё? Проверь пульс у него. Ребят, есть вероятность, что живой ещё. Давайте быстрее, проверяйте. Явная смерть. А вы пощупали пульс, нет? Чтобы говорить так. Мужчина, у вас много механиков работало? Жертв много может быть. Да, да, много. Очень много. И я уже вижу, что, скорее всего, там тоже два механика сидят. Но там видно, что начальник, скорее всего, на кресле сидел. И механик, который пришёл за зарплатой, наверняка. Парни, ищем по стадашу, помогайте. Смотрите внимательнее. Ну, много погибших, в любом случае. Человек, который это сделал, должен ответить за свои поступки. Так, пожарные говорят, информация о поджоге была. Самая ужасная, поджог. Он подтверждает, что всё-таки подожгли. Произошёл пожар. Спасибо! Спасибо, не знал, не знал. А я-то думал, что это такое, вода, что ли, течёт, блин. Человек пришёл и закидал СТО коктейлями Молотова? Даже такая информация? Так, это произошло, я так понимаю, недавно, да? Хорошо, спасибо за информацию. Вы знаете, если бы я мстил, вот честно вам скажу, если бы я мстил, да, подобным образом, то я бы наверняка наблюдал бы за всем происходящим. И знаете ли, этот человек, который это сделал, по идее, может где-то находиться, он может бегать, вот он может, понимаете, быть. Но нет, нет, он где-то наверняка среди нас. Наверняка он смотрит и смеётся, а может быть уже посмотрел и уехал. Вот в чём дело. Но я бы такой не пропустил, я бы убедился, что бизнес испорчен. Смотрите, даже вертолёт смогли сюда приземлить. Но огонь потушен, дыма больше не видно, по крайней мере. Но очень большие разрушения после пожара. В этом самая большая проблемка, я считаю. Но пожарные на то и пожарные, друзья. Свою работу по факту они выполнили. Огонь полностью потушен, и они начинают просто разъезжаться. Опять же, больше никого не спасти. По-моему, ещё один, я его не видел, если не ошибаюсь. Ещё один трупак, друзья. Передайте родственникам погибших от меня искреннее соболезнование. Это сильная потеря. Да, да, здоровья погибшим. Обязательно. Всё будет хорошо, не переживайте, ни в коем случае. Всё будет хорошо. Нам нужно с вами, друзья, оглядеться. Босс! Босс! Поехали. Здесь уже делать нечего. От того, что мы здесь с тобой находимся, тут уже больше ничего не изменится. Максимум, что я сделал своими усилиями, потушил там один огонёк какой-то. Всё. Это единственное, что я сделал. Вертолётик кружит ещё сюда. Так, давай только не разбейся, пожалуйста. Не поубивай здесь никого, ладно? Обалдеть. Ну кто? Кто может, а, быть? Кто из этих всех людей? Дело в том, друзья, что это может быть абсолютно любой человек. Абсолютно. Даже вот он может быть переодет в пожарного, да? Например, посмотрите вот внимательно в глаза ему, а? Может быть это он? А почему бы нет? Что ты там кричишь, а? Вот что ты кричишь? Есть вероятность большая, что это... Что это был он. Так, это... Так, уйди. Уйди, уйди. Это кто у нас такой? Это у нас кто такой? Механик. На какой-то машинке. Ещё есть... Так, подожди. Чего? Какой? Быстрее! Босс! Босс, быстро! Поехали! Боссик, залезай, чёрт возьми! Я, кажется, его нашёл. Он ещё издевается над нами. Быстро залезай! Садись быстрее, 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 быстрее! Чёрт возьми, а? Он увидел, что я его увидел. Он это прекрасно видел. Ещё и помахал нам. Вот козёл. Там что за жёлтая машина какая-то у него была? Это точно он был. Так, пацаны, я не знаю, вы помешаете или нет. Скорее всего, сколько, блин, бомжей сюда село, а? Боже, а куда он поехал? Я даже не успел посмотреть. Наверняка он развернулся, я так понимаю, да? Я поехал куда-то. Вот, вижу! Вижу машину! Вижу машину. Он, походу, домой едет. Он всё-таки тоже в ЖК Кремлёвском живёт. Машину вижу. Так, парни. Парни, нападайте на жёлтую машину. Вам нужно будет перепрыгнуть. Посмотрите на жёлтую машину. Вам нужно на неё запрыгнуть и постараться каким-то образом остановить. Боже, ещё машина такая тяжёлая у нас. Но у него тоже не быстрая. Это хорошо. Слушайте, я сейчас буду даже... Опа, один свалился, по-моему. Я буду не по дороге ехать. Вот! Вот он где у нас, красавчик. Да куда ж ты? Всё, он сейчас пытается от нас уехать. Пацаны, кто-нибудь помогайте. Мотоциклист взял бы, помог бы нам. Что-нибудь. Так, ладно. Попробуем сейчас его обманным манёвром схватить. Ё-моё! Сейчас бы не перевернуться. А я ни в коем случае не должен его упустить. Потом будет проблема его найти. Где он? Чёрт! Куда он делся-то? Ё-моё! Блин, потерял! Тоже, блин, я хотел по-умному поступить. В итоге сам же и напоролся, друзья. Во! Вижу его в горах! В горах вижу! Так, преследуем. Ребята, самое главное его взять сейчас. Слушайте, а куда он такой машинки поехал-то? Куда он в горе... А ну тормози! Тормози, блин, засранец! Спускается на трассу. Так, сейчас попробую подрезать его. Красиво. Ё-моё! Бомжи! Я... Я вас не подумал. Не умер ли там? Один погиб. Ты бомжа убил только что, грёбанный механик. Реально взял, убил бомжа. Быстрее прыгай! Быстрее! Залезай! У тебя есть возможность. Возможно, именно ты спасёшь человечество. Всё, гоним. Мотоциклист тоже пытается его остановить. Так, не забываем, что у нас Раптора. У него какая-то старая развалюха. Нужно будет идти подрезать мотоциклиста, блин. Нас тоже может подрезать. Так, подрезаем теперь. И мы тоже подрежем. Нет! Развернуло. Так, хорошо, преследуем. Мотоциклист молодец. Хорошо пытается помочь. Видно, что пытается. Своей рискует жизнью. Ты куда по полям-то поехал? По полям погнал. Ну, Раптор у нас, по крайней мере, по полям может ездить. Это хорошо, конечно. Давай, отормаживайся, чёрт возьми. Я буду делать максимально всё, что... Могу, друзья, но... По-моему, у нас... Конечно, в заблуждении. Опа! Перекрываем здесь въезд. А там есть выезд или нет? Я вот это вот не знаю. Так, я уже за ним поеду, нахрен. Я не знаю, есть ли там выезд. Вот в чём проблемка. Есть, скорее всего, да? Наверняка. Куда? Опа! В ловушечке! Куда, куда, куда? Стоп! Стоп! Стой, 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 дружище! А ну, стой, стой! Не убегай! Тормози его, босс! Останавливай! Под воду пошёл! Под воду пошёл! Выходи, сейчас тебя застрелим! Вылез, чёрт возьми! Куда он уплыл-то, а? Под днищем, что ли? Чёрт возьми! Ладно, в принципе, тоже хорошо. По-моему, всё. Да, гг. Утонул. А, нет, ещё, живой! Живой ещё! Тормози, стой! Так, дубиночку. Гасим наручники. Срочно. Всё, попалось. Так, нам на свидетелях прям глушить его или чё? Босс, прям тут? Я даже не буду спрашивать его, сделал ли он что-нибудь. По-моему, всё прекрасно понятно. В порт его. В порт? Давай тогда на его машине, может быть, или чё? Машину, блин, чуть не угробил, а? Машину продадим. Ты серьёзно? Я от кого это слышу? Ты знаешь, сколько ты за неё выручишь? Так, поехали. Поехали отсюда, машину продадим. Пусть плавает. Так лучше будет. Вот. Давай, давай, толкай её. О, отлично. Ну что, плакала твоя машинка, а? Это моей бабушке машинка была. Ну всё, твоя бабушка останется недовольна. Так, запрыгивай в машину. Кузов быстро. Но самое главное, считай, что мы его поймали. И единственное, друзья, что остаётся сделать с ним после того, что он сделал. Ну, вы, наверное, понимаете. Да, не хотелось бы, конечно. Но вы должны понимать, что такое, к сожалению, нам придётся сделать. Так, нам не нужны будут свидетели. Остальные. Выходим. Залезай в кузов. Быстро. Я свободен. Конечно, блин, свободен. У тебя столько денег не хватит, чтобы быть свободным. Вот ты мне скажи, зачем, чёрт возьми, ты это сделал, а? Зачем? Объясни мне. Ну, вот можно было просто поговорить с нами. Решить вопрос по-мирному. А ты взял и что-то наделал. Скажи, что зачем? Ты же закидал коктейлями, а? СТО. Или, может быть, скажешь, что это был не ты? А, давай, придумывай ещё. Это кто, пожарная? Или придумай, что это не ты сделал. Первый раз слышу. Какое СТО? Да слушай, мы знаем, кто ты. Мы знаем, что ты сын гуся. Вот и всё. И прекрасно понимаем, почему ты это сделал, по идее. Но тебе правильным было бы решением с нами поговорить. Мы знакомы. Слушай, вот ты любишь своего папу и маму? Я думаю, что да. И ты наверняка всё это сделал исключительно ради них. Да ведь? Скажи честно. Если бы не они, ты бы не поджигал бы. Не трогай мать. Не трогай мать. Её уже тронули. Её тронул босс. И он красиво тогда вывернул ей кишки с ружья. Но ты же понимаешь, что и теперь тебе навряд ли предстоит возможность жить дальше. Что? Да. Это был босс. Это был босс. Вот этого ты уже как раз и не видел. Как ты думаешь, почему твои родители не выходят на связь? Вы их убили, и я не мог позволить процветать этому бизнесу. Нет родителей. Нет бизнеса. Он принадлежал только им. Но теперь-то он наш уже. Я знаю, что вы их убили из-за него. Да не совсем из-за него, понимаешь? Просто твой батя немного перепутал и виноват во всём. Вот в чём дело-то. Тебя бы тоже никто не тронул, если бы тихо ты себя вёл. Даже никто не знал, что ты есть, собственно, понимаешь? А ты, оказывается, существуешь и вот пришёл мстить, пришёл нам мешать. Ну что мы должны ещё сделать? Да пошёл ты, он ничего не сделал. Он сделал. Он обманул воровскую диаспору. И ответил за это сполна. Он святой человек. Ладно? Что с тобой говорить? Понятно. Сын есть сын. Поднимайтесь. Ты хочешь на борт подняться? Ладно. Так, пошёл. Слышишь? Давай за нами. Пошёл, пошёл, пошёл. Давай на корабль тоже поднимайся. Здрасте. Свидетеля, блин. Ещё этого не хватало. Поднимайся, поднимайся, давай. Всё, грудь заставляем. Грудь заставляем наверх. Пошёл, пошёл, пошёл потихонечку. Заводи эту псину. Да, босс, по-моему, друзья, опять принимается за старое. Как в старые добрые времена. Я помню, здесь как-то был уже один случай. Мы кое-кого ликвидировали. Хотели, по крайней мере, да, ликвидировать. Боссик. Я помню всё здесь это место. Куда пошёл? Назад. Назад пошёл. Хитрый, что ли, самый. Но вот беда в том, что есть вероятность, что он выжить может. Поэтому я предлагаю просто друзьям прострелить ему голову. Да и всё. Мне кажется, будет верным решением. А от пули он улетит назад. И, в принципе, будет неплохо, я думаю, так-то. Какой чистый воздух у моря. Давай, прощай. Иди к своему. Батя. Ой. К бате пошёл. К бате. Вот, это хорошо. Вот это хорошо. Э, босс. Босс. Ты извини. Я... Я случайно. А где? Ну, блин, я не хотел. А ты что хотел? А ты что хотел? Ты его скинуть хотел, что ли? Я его как-то в плечо, по-моему, жёстко ранил. Его откинуло. Так-то я хотел... Ну, ладно тебе, успокойся, слышишь. Всё, он в любом случае проучен. Но давай убедимся. Убедимся, что он жив не остался. Я бы не хотел проблем. Ещё бы он жив остался. Йоу-моё, нихрена себе здесь. Нихрена себе здесь рыба. Какие здоровые, друзья, смотрите. Пойдём там лодка недалеко. Погнали. Посмотрим. Не допустим никаких прежних ошибок. Это самое главное. Поехали, босс. Давай ближе туда, подплывай только. Потому что я там видел каких-то непонятных существ. Здоровых причём. Давай ближе туда. Ближе к обрывчику подъезжай. Вот. Слушайте, ну я вижу здесь огромных рыб. Но не вижу его, по крайней мере. Так, я нырну на секундочку. Итишкин пистолет. Мне кажется, друзья, или это акулы здоровые. Наверное, он был вкусный. Думаешь, они съели? А ну-ка, проверим-ка. Хм, вау. Действительно, друзья, ничего себе. Они сытые. Они спят. Они поели и спят. Просто удостоверился и всё. Посмотрите, друзья. Огромное акулище. Сожрали. Бедного механика. Моментально сожрали. Теперь спят. Там акулы-придурок. Да они сытые. В любом случае, друзья, как бы там ни было, даже если мы увидели, что он умер, проблема остаётся проблемой. У нас минус бизнес. И опять благодаря тому, что мы не убрали всех родственников. Поэтому пробиваем гуся по полной. Гусейна Гасанова. Выясняем, кто ещё живой. И ликвидируем. Ну а также в нашу задачу будет входить восстановление, господа бизнеса. Полностью этого. Если, конечно же, так решит босс. И если это будет для него выгодно. Обязательно тогда в этом случае его восстановим. А я, друзья, напоминаю, что все события, которые вы видите, происходят на первом сервере. Радмира Криминальная Россия. Если вы ещё здесь не играете, то обязательно переходите по ссылочке в описании и приходите именно на этот первый сервер. Также не забывайте указывать мой ник при регистрации. И когда вы уже непосредственно находитесь в игре, вводите команду MN. Далее, одиннадцатый пункт. Промокод вписываете MAXDIPCAPS и получаете по достижению четвёртого уровня от меня денежки. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok